здравствуйте друзья с вами феликс и сегодня мы посмотрим с вами как выбирать и анализировать товар на спрингборде у меня есть один ролик по этой теме это будет второй и так вот спрингборд сам спрингборд показывать не буду но вот всем посоветую активно пользоваться вот этим ползунком естественно мы сначала хотим выбрать тот товар который упакован по 12 чтобы он быстренько ушел на продажу потом с помощью перестановки там на 24 переставить потом на 48 и так далее что выбрать из меньшего количества доступного что быстренько это все ушло на продажу ну и после этого на естественно нам надо все-таки посмотреть что это за товар как он продается чтобы нацелимся на самостоятельную торговлю скажем так потому что только что снял ролик о том что нам надо готовиться на amazon потому что здесь добавлен amazon еще раз покажу это очень хорошее на пакете prime можно уже через вкладку tools увидеть что нам стал доступен amazon а он не пайпаловский скажем так у них своя платежная система пионер и она подходит практически с любой точки снг и так выбрали товар нам естественно ну тут картинки они не неважнецкие скажем так и через переводчик переведя наименование все равно как-то бывает иногда непонятно что это за товар ну давайте есть все таки я думаю ребята и девчата которые не знают как вообще это можно сделать поэтому покажу коротенько кстати вот на примере этого блога если видите заголовок как я умудрился за один день задолжать amazon 12000 и вот это первая строчка думаю интересно да выглядит я руководитель небольшой айти компании из зеленограда и вот такой вот человек залетел с амазоном поэтому ребята и девчата аккуратно аккуратно я вас всех прошу не надо спешить не надо никуда торопиться для примера давайте вот просто что я хотел показать с этой с этого блога с этой вот картинку картинку да как именно на спрингборде допустим вот там такая малюсенькая картинка и непонятно что это такое вот правый клик мыши правый клик мыши и вот открыть картинку в новой вкладке кликаем по ней вот это у нас новая кладка ну здесь масштаб побольше и уже можно представить что это такое можно еще больше увеличить можно уменьшить и уже окончательно увидеть что это за товар и так таким образом посмотреть вот например опять же со спрингборда я вы ну вытащил то что купил вот это думаю за одну эту картинку меня не забанят на infinii вот вытащил посмотрел чтобы понять упаковочку бы рассмотреть по-нормальному да чтобы можно было сравнивать над с тем что допустим на амазоне то же самое есть как нам говорят ну не обманывают а мы знаем что аналогичный товар если на амазоне вот списочек да такой я составил вот это вот только что картинку вы видели тряпка давайте скопируем и вместе с вами через переводчик ролик чуть длинный получится но все равно чтоб вы видели да как это делается вставляем сюда вставить как обычный текст и на русский ну handle это ручные салфетки вот что из себя представляет это этот товар когда хотим новое просто вот удалить текст вставляем новое значит это ручные салфетки для рук имеют вот такой вот вид и теперь ищем это на амазоне вставляем тоже самое название поиска вот они то есть их нам выдает сразу много для чего нам нужна картинка чтобы выбрать максимально похожее то что у нас вот картинка да вот это наша картинка вот это наша картинка то есть подробно нам надо изучить именно вот это посмотреть действительно ли на амазоне цена не вместе с комиссией это у меня 056 плюс 35 ну где-то 90 центов я плачу за то что на амазоне стоит 1399 ну 14 долларов то есть окей это все нормально теперь следующее есть такой инструментик кликаем по нему и находим вот здесь это бесплатный инструмент находим этот товар сейчас идет параллельно запись поэтому ноутбук тормозит вот это не то мышкой наводим на вот тут вот он этот товар 7 и смотрим 7 строчка двое торговцев всего подобным товаром вот это мы видим сколько человек торгуют видим варианты у этих двух человек видим цену видим ранг продаваем продавца какому ранге продажи сколько продаж на сумму какую сумму и так далее но здесь подробности опять же по партнером и отдельно дальше чем от хорош вот этот именно инструмент у него есть вот такая вот вкладка правда не знаю я зашел на него или нет но попробую с этой вкладке мы запоминаем вот эту таблицу в нашем кабинете то есть у данного инструмента есть свой кабинет вот он вот этот товар у меня уже в кабинете на этом инструменте и я могу более подробно отслеживать смотреть если что тому по fba да если что надо самому поставить вот этот товар и убедиться все таки действительно этот товар за такую цену продается или не продается здесь страниц много данный инструмент допустим он вот этот читает если не нашли перешли на следующую страницу увидели там подходящие то что надо и там уже мы его включили он теперь читает эту страницу вот 17 по 28 то что есть на этой странице и таким вот образом определиться с тем что мы берем так давайте эту картинку и сейчас чтобы ролик не получился слишком длинным ну я вот тут по выписывал практически все все товары отлично все отлично ребята цены тут отличный вот это скопировать тоже такой товар продается на спрингборде это название товара со спрингборда сейчас мы найдем точно такой же товар я уже не буду показывать как там посмотрите аналогично можно посмотреть сколько ребят торгуют подобным товаром вот то что на спрингборде это один в один как это я как картинку не не копировал но это точно вот ну как сказать на 90 процентов вот три ошейника сад совпадает цена 1149 здесь мы берем 76 плюс 35 доллар 10 вместе с комиссией то есть опять же товар продающийся кликом по нему это уже сейчас включится то что я смотрел внизу мне отображается и включится другой инструмент который показывает насколько долго данный товар присутствует присутствует не присутствует носит здесь 12 долларов его цена это по часам с определенных наладок можно увидеть и другие графики ранг продавца и так далее статистика продаж опять же видно и вот сравнивая все эти графики можно иметь полное представление о том что мы покупаем и сейчас я вам покажу за что они дают 50 долларов в районе 50 долларов там вот такие ошейники интересные это общее уже название ошейник собачий 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 ошейник смотрите вот это бестселлер вот значок бестселлер 40 долларов это с какой-то электроникой ошейник ошейник это тоже там типа радость на рация прицеплена к ошейнику и хозяин не кричит там за собакой просто командует тихо тоже бестселлер смотрите я как-то рассказывал что все что касается животных ну у них на расхват продаются как горячие пирожки и вот так вот полистав эту страницу можно найти несколько всяких таких ошейников с прибамбасами которые но являются бестселлер в продажах на амазоне это это еще раз может повторюсь это будет не лишним что мы со своими представлениями судим об американцах у них совсем другие представления о том что хорошо что плохо что можно покупать где можно покупать и как видим они вот за такую вот ерунду виде собачьего ошейника с рацией вывели его на позицию бестселлера что-то у меня вообще затормозило не перекидывает никуда ну думаю это не суть важно главное что мы с вами увидели за что платят и как платят американцы вот допустим вот это подставка под цветы как цветочный горшок тоже почти одинаковый товар тут есть то что здесь выставлена он на 90 процентов совпадает с тем что мы увидим в этом на спрингборде сейчас не могу его найти потому что в принципе не хотел его именно сейчас показывать но это типа вот такого вот коршочка только попроще то есть товары брать и выставлять однозначно можно со спрингборда по ценам как мы видим все у них замечательно все у них замечательно но анализировать товар и готовится к нормальной торговли через amazon нормальный самостоятельно нам всем ребятам надо надо изучать вот это все если что по подобной схеме будет и действовать торговая площадка им фини ай стор потому что методы и то что делает amazon это на сегодня самое передовое что есть в интернет торговли смотрите изучайте анализируйте если вы хотите как и я хочу иметь большие заработки на этом проекте используя инструменты инфини ай на этом заканчиваю этот ролик всем удачи всем пока с вами был феликс